всем привет здравствуйте с вами the station и сегодня обсуждаем прошедший бархаммер фест и новости с него которых достаточное очень много выпуск будет большой потому приготовьтесь мы никак не освещали события выходные дни потому что время отдыхать выходные дни и будни тоже и сегодня приготовили для вас целую плеяду новостей поехали начнем наверное с форж ворлда в общем состоялся вархаммер фест большой фестиваль с конкурсами с турнирами там в том числе проходил семинар форж ворлда на котором они анонсировали свои новиночки рассказывали планах на ближайшее время да и на то как изменится их структура работы с выходом 8 редакции потому что правила меняются ну давай начнем с главных двух таких вот событий первое да это обновление правил под юниты вархаммер 40 тысяч они свои империал арморы где содержались правила на актуальные юниты для вархаммера 40 переиздают будет четыре книги которые будут содержать все новые уже правила переделаны под новую редакцию будут книги посвященные адептус астартес космодесанту посвященный хаоситом и две новые показали это ксеносы и астромилитарм простонародье имперская гвардия потому что очень много машин придумано очень ну и соответственно все модели остаются в линейке и для них правило их можно брать в обычные игры если конечно вы не играете на кого-нибудь говнояцком турнире где форт волк запрещен как пример правило на хаоситского левиафана который засветили был у нас специально ролик вот примерно в таком ключе и будет переиздание это большая да вот такая вот основная глобальная новость вторая новость посвящена ереси хоруса да она остается в седьмой редакции как это ни странно но тем не менее было принято форт золотом решение оставить ереси хоруса в седьмой редакции запилить специальную книгу на основе правил седьмой редакции которую они назвали dark age rulebook вот и вы будете играть в ереси хоруса по другим правилам статы меняться не будут и новые книги будут пока ориентироваться на старые правила немножко допиленные возможно с новыми режимами игры еще чем-то но тем не менее это будет старая добрая седьмая редакция в общем всем кого восьмерка не понравится ливайте верить фокс да так и можно даже некоторые моменты и починить и принятие прочего да давайте дальше новости новости показали миниатюру полностью уже продажа в магнус красный новая большая миниатюра очередной примарк для хорус хереси на этот раз магнус ну вообще логично вслед за лимонгус выжил причем содержится диорамную подставку куда можно так в одной руке лимоназ другой магнус хоп и у вас уже битва на проспера где магнусу сломали позвоночник тем не менее можно уже приобрести здоровенного красного парня хотя по сравнению с его 40 тысячной версии он не такой здоровенный неповторимый оригинал да вот с магнусом разобрались следующее у нас новый смоленой thunderhawk помнишь старый который все хотели такой красивый гигантский которого практически разговаривала 450 фунтов до 450 фунтов переделали внешний вид вернее концепция осталась прежняя дизайн чуть-чуть поменялся лючки пушечки там где вы залога скотом стекла мальчик подправили лотов посадили дверцы но в принципе обновили не мог купить за 450 фунтов раньше так не может и сейчас для него ничего не изменилось старые дешевле стоит не будет при этом нет потому в принципе новость новость такая соусол не пластик они его давно анонсировали и это подтверждает то что пластиково не дождем для ближайшее время ходили такие слухи очень долго их там мусолим успели но нет смоленой 450 фунтов ходить покупать хотите нет странно конечно показали новую башню для ересь хоруса танчика для сикарана ну естественно куда без гигантской ассалт без гигантской ассалтки вот ну собственно говоря очередное дополнение посмотрим какие будут правила понравится тогда они либо гигантский огнемет либо гигантская ассалтка тут уже деваться некуда дальше дальше до в 3 не отпускает никого форж волги видимо там тоже есть любители поиграть сделали миниатюрку ангелов это круто термармори того самого покупаете и у вас правильного на столе у вас будет правило для восьмерки сможете играть более того я хочу чтобы в студии студийные space marine играли с ангелосом для youtube однозначно это будет актуально это будет актуально вот но в любом случае миниатюра скоро в релизе скоро ожидается в продаже может будет приобрести но я думаю что не супер будет дорого причем даже поклонники давно фора просто захотят ее себе на полочку закажите хорошую покрасу художника я слышу фанат ангелос а там может и других каким персонажей подтянут там есть какие-то ольгар и орки и прочее прочее так что будем ждать ну что еще релиза для тысячников целая гора в ересе хоруса продолжают наваливать тысячников там и терминаторы и глав колдун амон похоже чем-то на ленина с бородкой модный парень учителя римана если я правильно помню вот для кустодианцев для сестер новый юнит или кустодианцев терминаторы показали их самолетик странный довольно таки чем-то напоминает дизайн этих всех дропфлит командоров и прочей ерунды ну такой дюнообразная фаллически с того валически образно а вот прикольный в двумя стволами пистолетами и огромный толстенный краулер как-то звучит у тебя все это толстенные пистолетами а у них огромный такой толстенный краулер из песни слов не выкинь ну ты же понимаешь самое интересное что рассказали на форнолдовском семинаре следующая книга по ересе хорус но для фанатов опять же ересе хоруса и этой отдельный теперь игровой системы на остались во всеми ручки поэтому книжка выходит уже со старым дизайном со старыми правилами интересно это будет будет называться ангелус книжечка она посвящена нескольким вещам связанным с ангелами не поверите причем сразу с двумя с темными и с кровавыми будет кампейн про темных ангелов анальт ордор найт лордов поход крестовый поход травма системы будет сигнус прайм компания за обладов против демонов туда же добавляют дарк механику события и кампейн и правил посвященный дарк механику и обновляет лист демон поскольку полноценное столкновение империума с глобальным контингентом целой демонической планеты произошло как раз у плодов сигнус прайме там будут демонические орды там-то навалят нормальный наконец правило не просто там каких-то демонов на призывали а реально с грейтерами какими-то и прочим прочей ерундой то есть такая глобальная следующая книга которая хорошо двигает бэк ереси хоруса в общем то наверное и рассказали что вас показали нам картинку типа вальдера лицо я бы сказал это такой ангел из дьявола 3 какой-то свеженький но очень странный рендер конечно и вармаш прям знаешь какие-то вензели ослеполяю острый человек это первая версия все будет немножко иначе а ну и обычный империум армор продолжают почему-то его делать продолжу под восьмерку следующий империум армор будет посвящен как ни странно тау потому что для них сделали дофига роботов в варджи правила нужно обновлять очень популярная фракция огромных шестиствольных они продолжают покупают все они будут сражаться с красными скорпионами когда ордена думал да это орден спайс-маринов от форж волда их основной который они придумали еще там в третьем или в четвертом пире арморе и механику опять же апгрейды нас ждут на механикумов без рыцарей тоже никуда естественно придумать такой отдельный дом рыцаря и прочее прочее это арты которые нам придумали и разместили на вархаммер фестерты просто потрясающе если такая картинка будет на хотя бы через страничку в этих книгах просто будет покупать из-за оформления независимо от правил и хотя бы восьмерка все-таки они не оставили их в семерке и переделали империум воры но все с форжой новый путь до накончил изрыгать из себя все это да я буду ждать до 100 хобби давай сорока уже чего они ходят хорошо поддержим поддержка в самом конце они хорошо значит почему-то решили что все-таки хоббит и волосы и колец много денег заплачено за лицензию деваться некуда давайте скрещивать эти две системы и получает новую игру новую старую игру в 2018 году вас ждет переосмысление лотра и хоббита это мидл эрв средиземье боевая стратегическая игра как они ее анонсируют с кучей новых миниатюр форж продолжает налить миниатюру для хоббита какие-то гномов озерный город еще продолжают в общем выпускать героев и все туда в общем в одну кучу но они выпускают террель который можно везде использовать самое интересное будет похоже на battle for middle-earth помнишь такая была стратегия даже две части помнят неплохо примерно то же самое нас ждет и видимо механика будет ближе к новой редакции 80 чем более интересные скажем так и динамичную через год посмотрим у них есть год чтобы все это привести порядок от тестировать раз уже показывают рендеры миниатюр уже какие-то новые релизы потому что там куча каких-то из хоббита троллей там дополнительно какие-то гоблины целая стрельнуть просто может стрельнуть если будет массово интересно и большие коробки будет как собирать можно сделать банальный кампейн 1 это битва пяти армии а там уже разберутся по надеемся было опять же настольная игра битва пяти армии от цитадели геймс фаркшоп ну посмотрим вот богу блогу конечно самая топовая система геймс фаркшоп продолжают ее накачивать как опять же говорили на семинаре как опять же говорили в интервью на фесте блатбол хорошо продался геймс фаркшоп довольны продажами говорят что хорошо покупают интерес возвращается форжоу делает старт плееров выпускает кужину и вышла книжка второй сезон выпускает жирных крыс каких-то гена да подчеркиваю генны жира жирных крыс еще каких-то старт плееров форжоу этим занимается показали миниатюрку минотавра игрока хасидской команды большую делают теперь неопреновые поля для блатбола теперь кончились картонные раскладушки тир коврик расстелили красиво играть для любой команды разные дизайны кубики продолжают фигачить любой команды обещают больше полей больше кубиков больше старт плееров ну конечно больше пластиковых команд на данный момент уже выпустили 5 коробок старт плееров теперь можно брать всегда везде любую команду теперь даже на базе плюс-минус обещает еще что даже какие-то будут пластиковыми старт плееры единственное что форж воруд форжоу делал блины нужно вот например там форж воруд покупать нужно покупать потому что все специалисты делаются вот для гоблинов по крайней мере форджой ну скажем так вот эти гоблинов показали не самый плохой вариант если уж вам они опять же берутся по одному ну наверное для игры можно и купить тем не менее тем не менее блокбол срослись форж и гв и у них теперь мир дружбы жвачка продолжают общими усилиями укреплять позиции этой системы на рынке потому что фанатов по-прежнему дофига эльфы там всякие еще упускают следующую уже команду как показали тоже рендеры это эльфийский союз эльвин юнион следующая где все эльфы дружат и играют вместе ну вот посмотрим что это будет смола пластик поглядим да и 40к да самая сладкая 40 кстати по 40к новостей не то чтобы дофига потому что все сконцентрировалось вокруг восьмой редакции и нового стартера в первую очередь их один абсолютно новый стартер показали литники показали уже покрашенные миниатюры в живую там люди смогли посмотреть видеофоточек полно показали разнообразных примарисов покрашенных блогов волков в дарков то есть примарисы но с продолжают свое наступление гигантские спейсмарины во все ордена попадают и собственно говоря без этого ты как раз и никуда дредноут да самое интересное новый большой дредноут зачем спейсмаринам рыцарь дайте им большого дредноута он размером больше моего кулака вот есть строительные фотографии можете посмотреть и оценить масштаб все катастрофы я бы сказал прощай вархаммер привет детроид но он хорош не все ракурсы были удачные особенно для превьюшки которые они выбрали где к снизу разницу да и он думаешь и что это а когда уже нормальные фотки пошли понимаешь в принципе модель так раз в два раза больше обычного дредноута пока засветили из вооружения для него какую-то мега плазму как у тауситов спертую но довольно внушительно если она лучше обычной плазмы то почему нет как говорится все лучшее детям америки и засветили большую осолку может она тоже лучше чем-то обычная на принято вот выглядит по крайней мере брутально брутально не хватает только пулемет такой огромный у него кулак интересно будет меч или нет какой-нибудь не знаю как основное оружие у него кулаки да плюс ракетки на башке и болтеры видимо хэви болтеры встроенные грудь как соски опасные ну для вархаммера это вообще больная тема согласен но в любом случае новый дредноут причем не написано нигде было пока что это в премарис это просто спейс-марин дредноут редемптор новая модель новый для этих парней нашли сашика новую или сделали придумали в конце 10 тысяч лет годится посмотрим на правила потому что все кто интересует правило будет ли нагибать если будет вы все равно купите вы того знаем вот где себе дальше нам показали нового примарха кусочек примарха мартариона маленький там рука видно только где которая держит видимо косу и кусочек плаща парень будет летать но в принципе мы уже с этим знакомы совсем потому что были сливами шокальных больше полугода назад показывали нам еле видные фоточки с изображением мартариона и все это угадывается в новых артах ну теперь еще гигантский вот арт сделали где же лиман мартарион набегает в общем вот он такой силы в общем-то было правдой в итоге он появится видимо уже потом где-нибудь летом посреди релиза оставшихся нургликов потому что все таки нам не показали еще тех самых дэс гвардов которые были в ролике о дэс гвард терминаторов опять римина правда они показали сам пластиковый набор где такие клевые ребята были с интересными шлемами и прочим ну будем ждать это будет видимо часть кампании которая будет привязана к книге дарк миллениум когда желеман идет отвоевывать свою родную систему вот но еще мартариона да там они скрестнутся посмотрим это будет интересно а вот бы мартарион с магнусом объединились такие накрыли бы желеману и он то летать не умеет умеет а ему надо как оптимусу прайма было движется спину при лиман и он с мячом вознес свою страну примаршью и улетели а дальше косвенные слухи что после мартариона следующий лояльный примарх будет львом причем как прямом так и в переносном смысле львиная башка засвечена уже в релизе вроде как все таки догорят лев лев аль джонсон и выйдет из леса и всем навалять они не из леса из калибанской скалы где она подлечивается на данном этапе ну конечно если уж сайфер до терры добрался чё блюда не восстать ну да еще что еще а собственно говорят наверное и на осталька стал все остался аос ну про него каких-то глобальных таких слухов нет все по-прежнему ждут конца лета начало осени релиза настольной игры underworld шейд спайр которая именно где банды сражаются на арене на показали уже покрашенных там опять же в очередной раз стартер да стартер где и блокбанда сигмариты показали в очередной раз скелетов команду команду или банду как хотите называть ну и сделали кстати довольно интересное заявление как вы знаете как вы знаете была ролевая вселенная warhammer fantasy battle занимались и фэнтези флайт по моему еще до этого кто-то потом права закончились гвф никому никому не продавала и тут вдруг типа новая компания кубикл 7 да они говорят а мы типа вот получили права и в семнадцатом году выпускаем вам ролевую систему по warhammer фэнтези батл по старому миру по старому миру чем нового редакции на скорее правило сохраняться просто будет дополнены то есть они возьмут наработки которые были и как-то вот следующую редакцию запилит да если вы играли в ролевку по фэнтези батл шанс вернуться и в следующем году после того как они посмотрят на отдачу от фэнтези мира на будет запилена уже в разработке и джо всегмар ролеплей геймс то чего не хватало всему миру века сигмара то есть проработки детальный каких-то жизненных аспектов многих фракций социальные сферы и прочего 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 это я бы сказал чуть ли не самая важная новость для всего и джексим сигмар не кодекса не в новый battle томатом модельки а именно вот наконец-таки проработка детальная мира посмотрим за последим за авторами этой системы у нас на паблике the station vk ну будут выходить обзоры на текстовый само собой виде постов от нашего одного друга хорошего посвященные деятельности общих принципе кубикл 7 что не до этого сделали и как это не сделали интересно будет почитать и прикинуть о их потенциале но опять же механику вот этого приключенчества уже отработали в эйджов сигмар silver tower в настольной игре потом был этот следующий хаммер холл там уже у вас полноценная ролевая партия собирается ну и в общем то это следующий этап следующем году ждем конечно посмотреть ролевую систему по миру эйджов сигмара да говори его продолжает накачивать именно бэкграундом что ожидаемо ну кстати каких-то громких заявлений по поводу следующих армий по поводу следующих наборов на вархаммер фесте почему-то не было ну понятное дело что все сразу на 8 редакции все ждут обновления вархаммера 40000 поэтому конечно наверное и эйджов сигмар отошел на третий-четвертый план за москву ну хотя он и так хорошо себя чувствуя нил с кирмиш вышел буквально на днях когда-то ушел с кирмиш это маленькое расширение предназначено для любителей поиграть не на небольшой формат буквально в герои с небольшими бандами из там пяти-шести моделек рам разных наборов вообще разных может даже не быть полный отряд там два всадника там три скелета и вы просто бьете друг другу лица на маленьком столе может делать виде кампейна это как вам угодно общем хорошие проработанное нормальное расширение маленький ролик маленький да мне кажется это как бы такой килкин 20 и только для этого себя такой продуманный килкин 20 в общем отдельно будет по этому делу запилен ролик уже царь леонид побежал снимать в это все играть снимать так что шесть миссий в этом интерес кишин зарядка рук наш сайт именно там появятся эти репорты но обзор будет конечно же на ю тубе плюс ждите кому интересно вот начинают всплывать уже индексы уже сливы пошли по индекс хаоса некоторые юниты так как правило тоже были слиты не мудрено многим уже пришли стартер в магазины многие пришли стартеры вот то поиграем покажем вам как ты примерно на очень маленький формат происходит просто партии из юнитов которые были уже известны и слиты в общем-то да так что warhammer fest по-прежнему знаковое событие всегда дает пищу для разговоров размышлений и новую инфу ну посмотрим ждем следующего может когда-нибудь даже соберемся там побываем в живую вам обязательно тоже об этом рассказать может ну а пока все новости ждите уже теперь следующие выпуски там уже конкретно по новым фракциям это то что восьмерочка продолжает релиз еще целых две недели ждем до 17 числа спасибо что смотрели с вами были за station андрей иван рассказали про warhammer fest спасибо пока